Дело в том, что на протяжении всей истории человечества мы получаем какие-то знания. Со временем эти знания превращаются в мифы, поскольку знания новые появляются, что-то меняется. То, что мы знали раньше, оказывается, есть какие-то неправильные моменты. Наука не стоит на месте, наука движется, и то, что мы считали за абсолютную истину, становится как-то не совсем абсолютной истиной. В зеленой химии тоже есть свои мифы. Как бытует мнение, что такое зеленая химия? Многие считают, что зеленая химия – это химия зеленых растений. Ничего подобного. Зеленая химия… Тут есть, конечно, момент правды, что в зеленой химии используются экстракты из зеленых растений, но также не только из зеленых растений. Растения бывают разных цветов, поэтому это определение не совсем верно. Следующий такой миф, что зеленая химия – это экологическая химия. Это тоже достаточно узкий взгляд, поскольку зеленая химия – это безопасная химия. Безопасная химия не только для человека, но и для окружающего мира человека. Также и для животного мира, растительного мира. Вот за это все отвечает безопасная химия. Безопасная химия, зеленая химия начала развиваться интенсивно в 90-е годы прошлого века и на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. К сожалению, в нашей стране в 90-е годы была совсем другая ситуация и было не до зеленой химии, но жизнь диктует свои условия, и много продукции не продаж, в том числе на импорт, в Европу без зеленого сертификата. Поэтому мы все вынуждены приспосабливаться к этому движению зеленой химии. Тем более движение зеленой химии – это как раз тот индикатор, который перестанет для людей говорить о том, что химия – это опасно, химия – это вредно. И еще один такой миф, что косметика, которая была в древности, она безопасна. Сейчас я буду развинчивать этот миф, поскольку как раз мы живем в эру безопасной косметики. Потому что в конце лекции я буду говорить о самых современных препаратах, которые используются в косметике, а именно уколах красоты, которые очень многие боятся. Но бояться не стоит, поскольку очень много из того, что там уколы красоты попадают в наш организм, в нашем организме уже есть. Раз оно есть в организме, значит оно и безопасно. Итак, про косметику древности. Сейчас мы с вами рассмотрим косметичку прошлых веков женщин разных народностей и разных веков. Начну с комплекта косметички восточной женщины. Вот здесь как раз изображена раскопка гробницы, в которой и была обнаружена косметичка древнеегипетской женщины. Что входило в нее? Дело в том, что многое, что использовалось в косметике, диктуется той местностью, в которой живет человек. Но поскольку в Египте много мест пустынных, много песка, много солнца, поэтому нужно было защищать глаза. Хотя есть еще одна версия, почему очень интенсивно были накрашены глаза. Ну, поскольку время язычества и боялись злых духов, поэтому, чтобы как-то себя обезопасить от влияния злых духов, как раз и затемнялись глаза. Ну, это такая полумифическая версия. Скорее всего, для того, чтобы глаза нам служили дольше и дольше, как раз использовалась косметика. Использовался сурьмяный камень, если что, из сурьмы его получали, охра в качестве румян, уголь с галенитом, с солью смешивался, малахит – это медная руда, то есть это все минеральные вещества. Хна и басма получалась из растительных материалов. Самое, что ни на есть, зеленый материал. Имеется в виду растительный материал. Для зачернения глаз широко использовалась свинцовая обманка, сульфид свинца. Про свинцнец мы поговорим чуть попозже. Для румян использовалась в основном красная глина. Красная глина и вообще глиняные компоненты абсолютно безопасны для человека. Поэтому в этом плане самым безопасным продуктом, который использовался, была, конечно же, глина. Все остальное – тяжелые металлы. И, конечно же, их лучше исключить из использования в качестве косметических материалов. Но, к сожалению, тяжелые металлы были своего рода тяжелого люкса, поскольку могли себе позволить только очень представители богатого сословия. А те, которые победнее, они уже использовали более доступные ингредиенты для создания косметики из растительных материалов. Ну, можем понять, у кого кожа оставалась в лучшем состоянии после 30 лет. Те, которые использовали тяжелый люкс или которые все-таки что-то подешевле. Комплект древней римской женщины тоже содержал растительные материалы, но в качестве пудры использовался мел. Это очень хорошо, что мел, потому что чуть попозже я вам расскажу, что использовалось у древнегреческих женщин в качестве пудры. Сурьма – это вот то, что мы сейчас называем, когда нам продавцы в магазине говорят, подводка для глаз, коял для глаз. Коял – это именно сурьма, но мы покупаем не сурьму. Сурьму уже давным-давно не используют для производства, туши для ресниц, используют в основном уже углеродные материалы. Ну и в качестве румян использовались растертые ягоды, бурые водоросли. Румяна у древней римской женщины были очень популярны, поскольку в то время бытовал миф о том, что бога богов, Зевса, благодаря именно волшебным румянам смогла околдовать Европа. И вот как раз эти волшебные румяна, которыми Европа пользовалась и смогла завлечь самого видного мужчины того времени, использовались именно румяна, поэтому и они были так популярны. Древняя греческая женщина в качестве пудры использовала белила. Белила – это гидрокарбонат свинца, свинец тяжелый металл, который, помимо того, что если попадет в организм человека, аккумулируется, не выводится из организма человека, обладает канцерогенными свойствами и приводит к осложнениям нервной системы и последствия ненакопительного характера, которые приводят к системным заболеваниям. Но тоже входили в состав такого тяжелого люкса. Получали очень просто. В керамический сосуд свинец, который добывали на рудниках вместе с свинцовыми рудниками. А свинцовых рудников в Греции было очень много. Вместе наливался туда уксус. Через примерно 10 дней открывали. Образовался слой ржавчины, который стирали в порошок и упаривали. В результате получалась соль белой окраски. И уже использовали их в качестве белил для того, чтобы получить такое, было очень модно, белые лица. Чтобы они были очень светлые, без загара. В стране, где много загара, очень любят, чтобы лица были без загара. Для румян использовали кеноварь. Кеноварь использовали люди с таким богатым достатком, которые имели много денег. И сурик использовали люди уже победнее. Но и тот, и тот, и та соль, и сурик оксид свинца, кеноварь, сульфид ртути, и то, и другое имеют в своем составе тяжелый металл, который, конечно же, нежелательно для попадания в организм человека. А что же он делает на коже? А на коже свинцовые белила оставляют рубцы, язвы. Они, конечно, образуются не сразу, поскольку, как я говорила, свинец имеет накопительный характер, но со временем они образуются все больше и больше, эти язвы. И в итоге приводится все к тому, что в 30 лет уже кожа имеет достаточно такой очень тусклый, не совсем потребный вид. А вот помаду получали очень даже зеленым способом. И вообще рецепт помады впервые обнаружили в тех немного уцелевших книгах из Александрийской библиотеки, которая была разграблена, к сожалению. И частички, части этой библиотеки были обнаружены на юге Испании, в Каимбре. И там были описаны рецепты приготовления помады, которая состояла из следующих компонентов. Это красная глина. Красная глина красным цветом обусловлена тем, что есть здесь ионы железа 3 и пчелиного воска. В каких соотношениях ингредиентов все это было описано, какие были соотношения при приготовлении помады. И можно сказать, что самый что ни на есть зеленый способ приготовления был использован. В этом плане здесь себя женщины в древних Афинах защитили. Теперь переходим к европейским женщинам средних веков. Здесь также было модно белое лицо. Но поскольку уже было понятно, что свинцовые белила ни к чему хорошему не приводят, состояние кожи, если мгновенный эффект хороший, то последующими моментами состояние кожи сильно ухудшается. Поэтому стали использовать рисовую пудру, которую привозили из Китая в основном. Но рисовые пудры не держатся на коже, поэтому ее нужно было как-то закрепить. И в качестве закрепления такого бэкинга использовали белок, яичный белок. Но понятное дело, что вот эта вся масса застывала, растрескивалась, и использование ее было очень недолговечно. Кроме того, впервые начали открываться аналитические лаборатории, которые на территории современной Польши впервые были открыты, которые определяли, есть ли в пудре ртуть и свинец, поскольку уже было понятно, что это опасные ингредиенты. Они уже ушли из состава тяжелого люкса, поэтому старались их определять, чтобы их как можно было меньше содержания в пудре, которую использовали для получения такого белого цвета. Еще про одну пудру расскажу. Бывают преступления, которые входят в моду, как и одежда. Ну, Италия была не только законодательницей мод, но и была законодательницей ядов, и была изобретена такая пудра. К сожалению, в те годы браки совершались нечасто по любви, и если мужчине была дана какая-то индульгенция на свободный образ жизни, то у женщины такой возможности не было. Поэтому спрос рождает предложение, спрос был на избавление от неверного мужа, и поэтому предлагались ингредиенты. Но, конечно же, ингредиенты были такие, чтобы нельзя было заподорить жену в этом коварном деле. Создана была фабрика графиней Тафаной, а это итальянская графиня. Сначала она была, эта фабрика, в Неаполе, потом она переехала в Рим. Работало очень много людей на этой фабрике. Пудра была просто великолепная, она очень хорошо растворялась в воде, не имела ни цвета при растворении в воде, ни запаха, и то есть пищей можно было её спокойно подсыпать, пищу и спокойно можно было есть, но, к сожалению, через какое-то время всё заканчивалось летальным исходом, но симптомы этого летального исхода были идентичны царившего в то время в Италии брюшного тифа. Поэтому обвинить было практически никого невозможно, но что сделать? Эпидемия. Что же было в составе? Дело в том, что до сих пор неизвестно, в каком соотношении были ингредиенты, но известно, что там было. Там была мышьяковая кислота и экстракты красавки обыкновенной, белодонные. Ну, белодонна, понятно, от красивой женщины. И называлось, что удивительно, вот эта вот пудра, она потом стала называться Акватофана, но вначале она называлась Манна Святого Николая, и даже на этикетке был нарисован Святой Николай. Вот такое вот святое дело производства вот такой вот пудры. Кроме того, когда эта пудра закапывалась, она хорошо растворялась в воде и закапывалась в глаза, зрачки расширялись, и получался такой взгляд с поволокой. И это приводило к такому красивому эффекту, поэтому вот белодонна и называется экстракт белодонны. Когда я училась, у нас было очень модно прочитать трилогию Дюма, Александра Дюма, которая начиналась с книги Короэла Марго. И там в этой книге описывалась главная противница королевы-матери, королева-мать была Екатерина Медичи, и главной ее противницей была Диана де Пуатье. И вот Брантон, это летописец, королевский летописец французский, писал о Диане. «Я видел Диану де Пуатье в 70-летнем возрасте, она была столь же прекрасна, как и в 30 лет». Ну, многие летописцы склонны к преувеличению, но, к сожалению, слишком много летописцев в то время писала о Диане именно так. Тем более в 70-летнем возрасте она уже вышла из фавора, она уже больно-то никому не была не нужна, потому что ее боготворил Генрих II, король Франции, он к этому времени уже умер. Она была удалена со двора, но, тем не менее, о красоте ее ходили легенды. Откуда такая красота? Откуда она смогла сохранить эту молодость? При раскопках, когда нашли могилу Дианы де Пуатье и провели элементный анализ, выяснилось, что содержание золота в ее волосах в 250 раз выше нормы. Это очень много. И считается, что Диана практически не красилась, не использовала никаких белил, но зато она на завтрак и на обед употребляла вместе с пищей эмульсии золота. А золото, взаимодействуя с пептидами, которые в то же время входят в состав, есть в организме человека, стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Вот эти три компоненты, которые отвечают за молодость кожи. Коллаген за упругость, эластин за эластичность, а гиалурон за объем, за отсутствие морщин на коже. И как раз вот золотом, пептиды, которые есть в организме, и способствуют выработке вот этих трех волшебных компонентов. Комплект китайской женщины был достаточно прост. Использовалась в качестве пудры жемчужная пудра. Здесь у нее был такой прекрасный эффект, как свечение. Жемчуг придает свет, свечение. С таким пудра была сперламутром. Использовался рисовый крахмал. Сочетание было где-то 50 на 50. Ну и комплект косметических средств славянской женщины, он был, конечно, очень прост. Но этот комплект самый, что ни на есть, зеленый комплект, который можно придумать для использования в косметических средствах. Это молоко для умывания. Белизна лица достигалась использованием настоем бензоиной смолы, которые получали экстракции древесной смолы с помощью спирта. Глаза, для подчеркивания глаз, использовались углеродные материалы. А губы, щеки, это все были экстракты, красители, фруктов, овощей. Ну и то есть цветные компоненты, которые есть в растительных материалах. Но это не значит, что совсем не использовался мышьяк. Ну, мышьяк использовался для лечения деликатных болезней и употреблялся внутрь. Что еще опаснее, чем на лицо, понятно. Ну, 20 век начинается, и 20 век начинается с моды на загар. И в 20 век начинается еще с открытия такого эффекта, как радиация. И был такой лозунг. Немного радиации, и ваша кожа будет сиять. Действительно, радиоактивные компоненты добавлялись в пудру для свечения лица. Ну, вот такой вот научный подход к красоте. Что-то мы слишком увлеклись таким научным подходом. Конечно же, эта пудра называется радиор. К Кристиан Диор никакого отношения не имеет. От слова «радий» это в первую очередь. Но, понятно было, что использовать это нельзя. Но, тем не менее, какой-то период, небольшое тысячелетие, радиоактивная пудра присутствовала в косметических магазинах и даже была на французской выставке показана и представлена. Ну, и самое главное, если бы давали Нобелевскую премию за изобретение в косметологии, конечно же, самую первую Нобелевскую премию получил представитель Российской империи по фамилии Макс Факторович. Имя его и фамилия Максим Факторович. Приехав в Америку, он стал Макс Фактором и изобрел тональный крем. Ну, тональные крема изменяются из года в год, улучшаются, добавляются различные ингредиенты. И я думаю, что вот сейчас самый популярный Ди-Ди крем – это ежедневная защита, в том числе и защита от солнечных лучей. Я думаю, что на Ди-Ди не остановится, следующий будет ФФ и так далее. Что-то будет добавляться в тональные крема. А теперь состав современной пудры. Обратите внимание, в состав современной пудры входит тальк – безопасное вещество, оксиды цинка и оксиды титана – безопасные оксиды, и глина – тоже абсолютно безопасная, поэтому пудрой пользуйтесь, ничего страшного в ней нет. Ну, чтобы понять, как действуют современные косметологические препараты, я говорю уже не косметики, а косметологии, то нужно понять, из чего состоит наша кожа. Наша кожа состоит из трех слоев. Из тонкого слоя эпидермиса, но это очень важный слой, это защитный слой, это то, что мы видим. Мы видим только эпидермис. За эпидермисом идет дерма, а за дермой – подкожная жировая клетчатка. В дерме состояние нашей кожи определяет дерма. В дерме находится и синтезируется, и стимулируется выработка коллагена и эластина. Как я уже говорила, коллаген отвечает за упругость кожи, эластин отвечает за эластичность кожи. И чем будет больше вырабатываться коллаген и эластина, тем кожа будет у нас как можно дольше молодая. Поэтому, если мы хотим придать молодость коже, то мы нашими уколами красоты должны попасть именно вот сюда, в среднюю часть, в дерму. Если мы гиалуроновую кислоту в качестве крема, в составе которой в креме находится, наносим на нашу внешнюю кожу просто как крем, конечно же в дерму она никогда не попадет. Поэтому для того, чтобы попала у нас гиалуроновая кислота в дерму, нам нужно сделать уколчик. Но по-другому никак. Других методов попасть в дерму у гиалуроновой кислоты не существует. Хотя сейчас есть гиалуроновая кислота, которая обладает такими низкомолекулярной массой, нано, так называемая гиалуроновая кислота, которая может проникать через поры, но все равно, так или иначе, в базальном слое, там, где происходит рождение клеток, она и застрянет в дерму, ей будет очень тяжело попасть. Очень много боятся пилингов. Я всех призываю, не бойтесь пилинги. Даже если кислотный пилинг, ну как же, мы же будем кожу обрабатывать кислотой. Дело в том, что наша кожа нуждается в том, чтобы ее обработали кислотой, потому что у нас в коже есть мертвые, ороговевшие клетки, которые растворятся только с помощью использования как раз кислоты. Конечно же, у нас кислота не стопроцентная, это маленькие концентрации. Если вы боитесь использовать кислоту, то мы знаем, в школе нас как учили химия, что мы использовали кислоту, чтобы убрать кислоту, ее нужно что? Нейтрализовать. Кислота нейтрализуется щелочью. Где мы можем в бытовом плане найти щелочь? В каждой семье есть сода. В каждом доме есть сода. Берете 2 ложки чайной соды, растворяете где-то в 100-150 мл воды, и после использования кислотного пилинга, а пилинги можно использовать в домашних условиях, протираем кожу, и тем самым те остаточки, которые нам кислоты не удалось вымыть проточной водой, мы с точки зрения как химика нейтрализуем эту кислоту. Нужно раза два спонжиком пройти этим раствором. Когда не покупаете нейтрализатор, это просто выкачивание денег. Нейтрализатор вы можете сделать сами. Ничего сложного в этом нет. Я хотела рассказать об уникальном пилинге. Его иногда называют утренний пилинг. Утром сделал и пошел. Дело в том, что нам говорят, что пилинги нужно использовать только в зимнее время, чтобы когда солнечные лучи не сильно попадают, не такие активные. Ультрафиолет, который в солнечных лучах присутствует, не так активно взаимодействует с нашей кожей. Но вот в этом уникальном пилинге есть коевая кислота, которая защищает от ультрафиолета. Поэтому действительно этот пилинг можно использовать, и этот пилинг из тех пилингов, которые могут проникать в слои дермы. А раз проникает в слои дермы, то и стимулирует количество фибробластов, от которых зависит производство в нашем организме коллагена и эластина. Голливудский пилинг иногда называют. Это такой легкий поверхностный пилинг. Я не знаю, почему его называют голливудский, но он был изобретен в Советском Союзе. Но вот такое название его голливудский. Потому что такое голливудский состояние кожи. Ну и мифы, про которые, что только проблемные кожи, ничего подобного. Пилинг предназначен для всех, всех призывая использовать, особенно сейчас в это время. Химический пилинг повреждает кожу, еще раз растворяет только мертвые клетки. Кожа привыкает к пилингу. Нет, кожа не привыкает к пилингу. Есть уже доказательства это, поэтому можно спокойно использовать. И это только улучшит качество вашей кожи. Ну и, наконец, филеры. Я уже буду говорить про третье поколение, потому что первым и вторым поколением уже практически никто не пользуется. Использует только третье поколение. Гиалуроновая кислота безопасна для человека, потому что она сама производится в организме человека. Поэтому ее использовать можно. Она не даст никаких побочных эффектов. Но кожи, которые склонны к отекам, конечно, здесь немножко есть проблема, но эта проблема всего лишь 1-2 дня, и кожа опять придет в привычное состояние. Итак, филер или гиалуроновая кислота попадает в дерму. Но дело в том, что так устроено в нашем организме, что если в организме что-то вырабатывается, в нашем же организме это и утилизируется. И гиалуроновая кислота тоже может и утилизироваться. То есть это не значит, что вы сделали укол, и всю жизнь вы можете жить прекрасной кожей без присутствия в ней морщин. Ничего подобного. Дело в том, что гиалуроновая кислота разлагается в нашем организме. И разлагается она из-за присутствия фермента гиалурон и даза. А взаимодействие субстрат-фермент это взаимодействие ключ к замку. То есть фермент своим размером и субстрат, а субстрат это гиалуроновая кислота, по размерному эффекту идеально подходит. И с помощью размерного эффекта начинается разрушение остатков гиалуроновой кислоты. И она уже не действует так, как она действует. А действует она следующим образом. Дело в том, что гиалуроновая кислота может около себя агрегировать до 1000 молекул воды. То есть увлажнить кожу и заполнить тот недостающий объем, который образовался в результате образования морщины, может как раз вот этот объем и заместить. Я хотела остановиться на разработке российских косметологов. Это революционная разработка. Дело в том, что в гиалуроновой кислоте добавляется тригалоза. Абсолютно безопасный ингредиент. Он обволакивает гиалуроновую кислоту и гиалуронная даза ее не узнает. То есть гиалуроновую кислоту, гиалуронная даза, которая должна разложить, она не разлагает. Но дело в том, что тригалоза тоже может разлагаться, но достаточно с долгим временем, поэтому срок действия такого препарата гиалуроновой кислоты до двух лет. Это очень много, потому что действие гиалуроновой кислоты начиналось вообще с полугода. Полгода, и нужно делать новые. Ну и заключение хочу рассказать про ботокс. Ботокс бояться тоже не стоит. Да, это ботулотоксин, но ботулотоксин уже не активный. Это не яд. Но используется он для того, чтобы также избавиться от морщин. Но объема не добавят. Мы просто избавимся от морщины. За счет чего? За счет того, что в организме перестанет передаваться мышцы импульс на то, чтобы она сокращалась. А не передается она потому. Вот смотрите. Допустим, нам нужно перейти на другой берег реки. Мы не умеем плавать. Очень глубоко. Что сделать? Нужна лодка. Также и для того, чтобы нервный импульс передался мышце, о том, что она должна сокращаться, нужно будет транспортное средство. Вот транспортным средством является белок СНАП-25. Вот ботокс этот белок СНАП-25 разрушает. И тогда ацетилхолин, который передает от нервного окончания импульс мышцы, чтобы она сократилась, ботокс уже не работает. Это действие в зависимости от индивидуальности человека длится от двух месяцев до полугода. Но, конечно же, после того, как вы сделаете ботокс и поедете в жаркие страны и будете находиться под солнцем долго, то это будет эффект такой, что вы ботокс не применяли. Ботокс, конечно же, не переносит алкогольные средства. В течение трех дней нельзя близко никакие алкогольные средства использовать по назначению, поскольку это тоже разрушает действие бутылотоксина. Ну и в заключении я хочу сказать, что если сейчас косметика на таком уровне, что мы можем сделать внешне себя красивыми, но, к сожалению, никаким уколом красоты не сделаешь красивый свой внутренний мир. Поэтому я вам желаю посещать лекции, образовываться, читать книги, получать много-много новых знаний, тогда внутренний ваш мир будет соответствовать тому внешнему, и тогда вы будете самой настоящей гармоничной личностью, чего я вам и желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...